Двухпалубный теплоход «Маэстро» построен в Перми и может разместить полторы сотни человек Оборудован современными системами климат-контроля, относится к ледовому классу, то есть может ходить даже тогда, когда на реке есть лед Длина корабля всего 50 метров, а ширина – 10 Но это именно то, что нужно, чтобы 150 человек с удобством разместилось на борту Плавание по типу «Московская Гранд Прогулка» – это необычный круиз В июле это еще и музыкальное развлечение Дискотека – концерты музыки с 80-х по начало 2000-х годов, известные рок-хиты того времени в живом исполнении Профессиональные артисты вкладывают в свои концерты все умения и равнодушными не оставляют даже тех, кто далеко не фанат такой музыки К сожалению для любителей симфонической музыки, ничего подобного на теплоходе не предусмотрено, никакой классики Но и совсем современных хитов на борту не услышать Его концепция – прогулка под ретро-хиты с видом на главные достопримечательности Москвы Прогулка обязательно с обедом или ужином, а это подходит не всем Особенно потому, что кухня там, как говорят бывшие пассажиры, не всегда соответствует заявленной, но об этом позже Теплоход «Пурга» официальный сайт сложно определить тип дизайна у этого корабля Дело в том, что в разных частях он разный Есть зона с уютными диванчиками у кофейных столиков в стиле американских кофеен Есть зона в ярком восточном стиле, а банкетный зал вообще строгий, в бежевых тонах Верхняя палуба убрана под тент, так что можно находиться там в любую погоду Большой плюс в том, что там никогда не бывает душно Теплоход «Гнездо Глухаря» официальный сайт маршрут плавания, экскурсия без экскурсовода По пути следования находится несколько достопримечательностей Кроме стандартных почти для всех круизов на главной реке Москвы Теплоход «Маэстро» проходит мимо Воробьевых гор, Нескучного сада и парка Горького Естественно, пройдет он и мимо Лужников, МГУ, Новодевичьего монастыря, Дома правительства и гостиницы «Украина» Но это «стандартная программа», а причалы «Начало пути» находятся у «Москва-Сити» Теплоход «Сити Блюз» официальный сайт «Теплоход» отправляется от причала «Набережная Тараса-Шевченко» ежедневно В будние дни только один рейс, в половине восьмого вечера, выходные рейсов два, дополнительный отходит в три часа дня Важно, приходить лучше заранее, чтобы не опоздать Лучше несколько минут подождать на причале, чем потом смотреть вслед отплывающему судну Отправления задерживать не станут Пункты меню, которые входят в стоимость, не слишком разнообразны Два салата на выбор, греческий или оливье, шашлыки с гарниром, минералка, сок и чай Из десертов только рахат лукум Из того, что можно купить дополнительно, есть еще один салат, картофель фри, много сухих закусок, вроде чипсов и орешков, мороженое, пряники, шоколад, кофе и горячий шоколад А также два вида пива Важно, вегетарианцам на борту может оказаться нечего есть Можно даже не просить приготовить салат иначе, если в наличии только мясные блюда Зато принести с собой алкоголь, с чеком о покупке, без проблем Меню одинаково как при покупке билета на грант-прогулку на этом теплоходе, так и при аренде и организации на борту праздников с фуршетом Несмотря на то, что заявленное меню для банкетов, фуршетов и пикников разное, посетители далеко не всегда с этим соглашаются Заявленное меню для корпоративов и других мероприятий расширено Добавлены сыры, различные холодные закуски, плов, куриная грудка в фирменном соусе, отбивная и картофель Есть также овощной ассорти, но еще раз следует повторить, не все подтверждают наличие такого богатого выбора На официальном сайте же меню представлено настолько обширное, что хочется верить в лучшее Некоторые посетители жалуются на дешевые выглядящие клеенки на столиках и на пластиковые стаканчики, которые дают части пассажиров вместо нормальной посуды Но это часто связано с тем, что теплоход могут без предупреждения менять на другой Обратите внимание, когда покупается билет на это речное судно, то одновременно приобретается и обед, и личный столик, и обслуживание Это все подразумевает московская грант-прогулка на теплоходе «Маэстро» А лед, если теплоход арендуется для корпоративного мероприятия, то после аренды заботится об оформлении, обслуживании, а иногда и развлечениях, предстоит не заказчику Кстати, в отличие от неоднозначных мнений о меню корабля, о том, как там организуют праздники, мнение пользователей единодушно, организаторы отличные и праздники устраивают прекрасно Если искать не деликатесы, а веселье, то это именно то, что нужно В стоимость аренды питание не входит Важно, при аренде все дополнительные услуги, ведущий, диджей, оборудование или заказ праздничного торта оплачиваются всегда отдельно Дети до 5 лет едут бесплатно, а до 12 лет, по детскому тарифу, с включенным обедом Чтобы забронировать билет на теплоход «Маэстро», достаточно зайти на официальный сайт «Роспароходство» Дальше дело нескольких кликов Нужно найти теплоход и прогулку, далее выбрать рейс, это можно сделать сразу после описания меню, либо в форме справа от описаний А дальше уже следовать подсказкам сайта К оплате принимаются все основные карты РФ Билет придет на e-mail, его нужно будет распечатать или показать с экрана телефона на входе Сайт этот надежный, что подтверждают многие пользователи «Маэстро» — довольно неоднозначный теплоход О нем с теплотой отзываются те, кто проводил на нем мероприятия и те, кто не рассчитывал на базовые услуги и суперсервис Те же, кто ожидал чего-то большего, чем отсутствие выбора во включенном ужине, мечтал об изысканном отдыхе и по невысоким ценам, разочаровывались Но для скромного отдыха компании или семьей это неплохое место, если не ждать чего-то сверхъестественного Особенно с учетом того, что с собой можно взять любимый алкоголь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok